Раньше такое можно было увидеть только в цирке, и круг мастеров был весьма ограничен. Сегодня джигитовка официально признанный военно-прикладной вид спорта. По нему проводятся чемпионаты России и мира, и занимаются ею сотни конников по всей стране. В городском округе Щелково уже не первый раз проходят соревнования по джигитовке, и принимает их у себя конно-спортивный комплекс «Звездный», что в деревне Шевелкино, недалеко от Медвежьих озер. В первые дни января здесь проводился турнир на Кубок Всероссийской Федерации конно-спортивной джигитовки и тент-пегинга, так организация официально называется. Участники не ниже обладателей второго разряда, мастера спорта, победители и призеры чемпионатов страны. Состязались вдвоеборье. Приоритетом в джигитовке считается умение владеть различными видами кавалерийского оружия – шашкой, пикой или вот луком в данном случае. Называется этот вид специальная джигитовка. Еще более зрелищным и любимым зрителями видом является вольная джигитовка – исполнение акробатических и гимнастических трюков верхом на лошади на полном скаку. За кажущейся легкостью стоят годы упорных тренировок и человека, и лошади. В вольной джигитовке упражнения делятся на четыре уровня сложности. За каждое упражнение спортсмен получает оценку от одного до десяти баллов. Самое сложное – это пролаз под животом, пролаз под шеей, стойка на плечах, круговая цирковая вертушка. Это вот такие требующие большой физической силы, хорошей натренированности. И кроме того, лошадь тоже должна быть хорошо для этого подготовлена. Судьи по достоинству оценили выступление представителя Кремлевской школы верховой езды Владимира Архипова. Забегая вперед, скажем, что он стал победителем соревнований. Кстати, о судьях. Главный судья турнира Сергей Калинин едва ли не самый известный и уважаемый специалист по джигитовке в России. Он стоял у истоков ее возрождения и вместе с единомышленниками добивался признания видом спорта. Первый чемпион России и первый обладатель звания мастер спорта. Сергею Владимировичу уже 70, но он до сих пор выступает в конных шоу вместе с лучшими молодыми спортсменами. Дисциплина, пожалуй, джигитовка единственная такая. Раньше фигурное катание еще можно сравнить, где есть показательная программа и спортивная программа. И я должен сказать, что лучшие спортсмены, они, безусловно, являются лучшими артистами такими конных шоу. В нынешних соревнованиях приняли участие представители сильнейших школ джигитовки, в частности, Сергеева Посадской спортивной школы Олимпийского резерва и Кремлевской школы верховой езды. Александр Лещев занимается джигитовкой 17 лет. Началось все с того, что пришел просто лошадку погладить. Потом служил в кавалерийском почетном эскорте президентского полка. Оттуда перешел в Кремлевскую школу. В 19-м году стал чемпионом России. В этот раз личных задач не ставил. Привез опробовать в боевых условиях молодого напарника. Доватор Буденовской породы. 2013 года. Вот сегодня у него дебют. Первое выступление. Месяц подготовки. А до этого просто верховая езда. Как приучали его спокойненько. Здорово все прошло. С адреналинчиком. Помимо всероссийских соревнований на Кубок Федерации джигитовки, сегодня проводятся и муниципальные. Кубок конно-спортивного комплекса «Звездный». Участники здесь помладше и уровень подготовки у них, безусловно, другой. Но зато большинство девушки. Это идет абсолютно вразрез со статистикой. На 10 девчонок всего трое ребят. А вот выступают на равных. Приехали из Москвы, Московской и Тверской областей, Ярославля. Есть даже представители Иркутской школы джигитовки. У начинающих джигитов пока нет даже спортивных разрядов. За них и предстоит побороться. Зато есть прекрасный пример перед глазами. Они выступают на одной площадке с опытными конниками, мечтая достичь их уровня. И у кого-то это наверняка получится. Ведь джигитовка совсем молодой вид спорта, который будет только развиваться. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.